Я приветствую, сегодня у нас четверг, 10 января, и мы начинаем вебинар, ежедневный обзор рынка. Сегодня у нас не ожидается важной макроэкономической статистики. У нас вчера был день интересный, были новости по запасам нефти. Запасы сократились, как нам и предсказывал американский суд нефти. Правда, запасы сократились гораздо скромнее, чем нам показывал API. Но, тем не менее, запасы сократились, это плюс для рынка нефти. Потом еще у нас был протокол заседания ФС США. Здесь мы говорили, что никаких сюрпризов не будет, поскольку все уже было сказано ранее и никаких сюрпризов не было. Даже есть такой небольшой негатив для доллара. В этих протоколах было отмечено, что уже половина комитета, которые принимают решения по процентам ставкам в США, они уже сомневаются, сильно сомневаются в том, что нужно еще ставки повышать. То есть, по их мнению, текущий уровень процентов ставок, 2,25% в Америке, это тот максимум, которого достаточно и больше ничего делать не надо. И для рынка это такой тоже сюрприз небольшой, потому что не ждали инвесторы, что половина комитета будет вот так вот пессимистично настроена. Поэтому для доллара это небольшой такой негатив. Сейчас мы откроем наш торговый терминал и посмотрим на наши основные инструменты. Начнем, как обычно, с сильных сигналов, затем все остальное посмотрим. И у нас что значит? Евро, доллар. Мы увидели 1,15. Мы говорили, что 1,15 цель ближайшая. 1,16 цель на несколько дней. Все в силе, ничего не меняется. 1,16 цель основная. Мы, думаю, туда к ней пойдем. У нас техника показывает хорошую тенденцию. EDX на дневках почти в тренде. 29,3. Значение нужно 30. И, скорее всего, завтра у нас будет тренд по дневному графику. Нет никакой у нас перекупленности по RCA. Нет никаких дивергенций. Мы можем расти. На четырех часовках тренд есть. Он сильный. 38 значение. Значение, соответственно, тоже может расти. Есть уже перекупленность по RCA. Значение 72,4. И мы сейчас видим, что последние несколько часов у нас евро немножко снижается. Был сегодня максимум утром 1,15.69. Сейчас котировка 1,15.54. И что у нас, значит, здесь получается? Сходя из техники, ждем снижения средней по Bollinger на часовом графике. Это отметка 1,15.32. И здесь покупаем с целью 1,16. То есть небольшая коррекция назрела. Рассивно это указывает на часовых графиках, на четырех часовых. В целом тенденция вверх. И, соответственно, от средней по Bollinger мы покупаем пару. Что касается фундаментальной, такой вот фонд фундаментальный у нас тоже хороший для евро. На рынке облигаций спред Германия и США растет. Это позитив. ФРС, значит, у нас по вчерашему протоколу мы уже сказали. Есть негатив для доллара. Плюс вчера, кроме протокола, вечером еще выступал Джеймс Буллард. Это предатель федерального банка Сент-Луиса. Данный человек, он входит в состав комитета по процентным ставкам в этом году. В прошлом году, в 2018, он не голосовал. У них там получается, что половина комитета всегда голосует, а половина у них меняется. Там год одни, потом год другие. И вот такой процесс замен. И вот как раз Буллард, он в этом году уже голосует по ставкам. И он вчера, так вот скажем, негативно прошелся по доллару. Он сказал, что ставки подняли очень сильно. Больше поднимать смысла нет. Если поднимать дальше экономика, выйдут в кризис. И зачем нам это надо? И в общем, все надо прекратить с этим делом. С повышением ставок. И он сказал, что в рядах ФРС действительно большие сомнения. Нужно ли дальше повышать? Сам лично он всех будет призывать не повышать больше, чем никогда ставки в этом году. Ну и в общем, такие вот комментарии. Поэтому здесь на рынке облигаций, естественно, рынок среагировал. Ростом спреда Германии и США. Рынок облигаций более чувствительно всегда реагирует на процентные ставки. Потому что рынок облигаций – это рынок процентных ставок, по сути дела. И, соответственно, здесь такой позитив. Плюс у нас растут товары. Допустим, аут тоже самое подрастает. Мы видим хороший тренд. И сегодня здесь по золоту тоже у нас хороший сигнал. У нас на Дневку очень сильный тренд. И мы вчера сделали хороший такой рост. И у нас получается водить верхняя по Болинджеру – 1307. Она и будет целью на ближайшие дни. Сейчас отметка 1296. Соответственно, золото можно брать 10 с небольшим долларом вверх. И мы видим хорошую такую тенденцию. Мы были во флете этого несколько дней. И вот сейчас, судя по всему, из этого мы выходим. Поэтому золото интересен к покупкам. Здесь картинка хорошая, трендовая. Евро с золотом они в одном направлении ходят. И, соответственно, здесь по евро тоже ждем 1.16. У нас еще есть общего с золотом, с долларом, у нас есть нефть. Которая тоже хорошо растет. Даже несмотря на то, что вчера не так сильно запасы упали. Как API показировал. Но здесь что можно отметить? Помимо новостей о запасах. Вчера я читал новости, там установки запасов были сфокусированы. И как-то незамечена прошла информация от крупнейших американских компаний. Планцевая добыча. Вчера несколько компаний, крупнейших в Америке, сделали ряд заявлений. И я так-то посмотрел. У меня только вот в новостной ленте, в моей которой я пользуюсь. Там была эта информация. А так вот на сайтах популярных. Там инвестинг. Еще какой-нибудь популярный сайт. Там таких новостей не было даже. Все говорили о запасах нефти. Об этих вот новостях. Что у нас интересного, значит, сказали вот эти компании. После нации добычи. Они сказали, что в этом году они сократят инвестиции в новые проекты. У них нет достаточного количества денег. Плюс брать кредит сейчас уже накрыт. Как раньше, например, в 2015 году. Ставка ФРС была 0,25. Можно было взять кредит под 1% годовых. Ну и попытать счастье. Может быть, получится как-то эту нефть давить. Правда, 1% платить за кредит. То сейчас кредиты выросли. Значит, 2,25. Это только ФРС дает коммерческим. Коммерческие банки, соответственно, в 2-3 раза выше. В зависимости от заемщика. Чем больше у заемщика. На залогов там, чем он более надежный, тем меньше. Допустим, там в 2 раза. Или там в 1,7 раза. Такие компании по устанцевой добыче, они не являются там супережными заемщиками. У них очень много проблем. У них очень много кредитов, долгов. Поэтому им точно, как минимум, в 2 раза выше, чем тавка ФРС. А то и кому-то еще больше даже. Маленьким компаниям могут и в 3 раза дать выше. Соответственно, 2,25 умножаем на 2. Это уже 4,5% в этом году, в 2019. А ранее, допустим, там в 2015 можно было под 1% взять легко. То есть сейчас под 4,5% еще кучу бумажек предоставить, чтобы там надежный товарищ. Поэтому и с кредитами проблемы начинаются, и сами акционеры, которые раньше вкладывали деньги во все, вот в эту сланцевую, так называемую, революцию. Они сейчас уже разочаровались, потому что вчера менеджеры крупнейших компаний американских, они подвели краткие итоги. Итоги такие плохие, итоги такие, что они действительно добычу увеличили, но это не позволило им завершить год с хорошей прибылью. То есть особо прибыли нет, то есть деньги проели, а прибыли нет. И акционеры этим недовольны. Их кормили обещаем в 2015 году, в 2016 году, в 2017, в 2017. И вот сейчас у них вилло терпение лопнуло. Они начинают требовать более такой хорошей работы. То есть не просто проедать деньги, а вкладывать именно в те проекты, где будет прибыль. И сейчас они уже обещаниям не верят. Поэтому вот эти компании, мне заявили, что они будут закрывать плохие проекты, где малая прибыль, или где там большие убытки. Они оставят только проекты именно такие прибыльные, и вот будут над ними работать. И это о чем говорит? Это говорит о том, что те самые там страхи, которыми нас пугали журналисты, там что-то там революция. Америка очень много в этом году будет добывать сланцевые нефти. Это обвалит рынок. Это все уходит сейчас на второй план, потому что сами эти компании сказали, что они не готовы к таким вот событиям. У них сейчас нет возможности. Поэтому здесь для нового рынка это хороший, такой позитивный сигнал. И они также отметили, что вот то упадение нефти, которое было в декабре и декабре, и нас их заставило пересмотреть свои взгляды. А теперь у них нету столько возможностей. Тут даже потом пошли некоторые такие комментарии, что якобы то упадение нефти в декабре и ноябре в прошлом году организовали специально Российской Аравии, якобы так заголовок, против как раз американцев, чтобы у этих компаний наказательствовало, а то они очень бурно так работали последние три года, чтобы их немножко выбить с рынка, чтобы они перестали активно там бурить в Америке, ставить платформы, то есть загнали цены вниз, переждали этот момент и заставили американцев сократить вот эти свои инвестиционные возможности. Правда или нет? Может быть, правда, может быть, нет, может быть, да, правда в этом есть. Может быть, это просто такие вот слухи, теория заговоров. Но по факту мы имеем, что исландские компании заявили о том, что в этом году они будут не так активны, как ранее. Соответственно, это для непосредственно нефти хороший сигнал. Поэтому саудиты сейчас, наверное, обрадовались вчерашним заявлением. Ну, не только саудиты, а и Россия, это же самое. Да и много стран зависит от нефти. То же самое, Казахстан, Азербайджан полностью на нефть, и от Норвегии, и там Миннесуэла, и другие страны, Ирак, Ирак и так далее, Арабские Эмираты. Потому что сейчас для рынка нефти очень хороший. Здесь тренд у нас на нефтах очень хороший, 39,6, на 4-х часовках очень хороший. И у нас здесь цель верхняя по Боллинджеру. Мы говорили вчера о цели 60, первая такая цель, вторая цель верхняя по Боллинджеру, она была 65. Сейчас она немножко повыше стала, потому что Боллинджер каждый день меняется туда-сюда. Поэтому 63,09 Боллинджера берем как круглый уровень, 63, 63 цель теперь, поскольку 60 сделали. Где нефть можно купить? На мой взгляд, можно купить чуть пониже, чем сейчас. Сейчас 60,80, средняя по Боллинджеру на часовиках 60,66. И сделать покупку чуть пониже на 60,40 и 63 цель. Тогда мы там можем оказаться сегодня, завтра, понедельник, вторник, вот где-то так, в ближайшее время. После этого, я думаю, будет коррекция. После 63 достигнем Боллинджера, скорректируемся. Потом дальше пойдем опять вверх, после этой коррекции. Поэтому нефть, золото, евро сейчас хорошие сигналы на покупку. Так, вижу вопрос. Денис, спасибо вам за вопрос. Евро-доллар, уверенный тренд вверх. Денис, здесь у меня вот какой взгляд? Сейчас у нас, в принципе, пока еще не уверенный тренд. Хотя мы растем, но пока можно говорить лишь о коррекции. Потому что пока это прям вот на сильно такой уверенный тренд еще не тянет. Но в целом, сейчас, я думаю, будет у нас еще коррекция. И она будет продолжаться до конца этого месяца. А там уже в феврале будем дальше смотреть. Пока здесь что у нас вырисовывается? У нас вырисовывается отметка 16.21. Это максимум 16 октября. Вот цель пока по этой коррекции. Здесь это не говорит о том, что мы только лишь в конце января окажем на этой отметке. Мы можем оказаться в ближайшее самое время. И потом уже, если мы пробиваем эту отметку, то мы идем на следующий экстремум. Это уже 18.14. Но нужно пробить ее 16.21. Поэтому до 16.21 дорога открыта. Мы туда будем расти. Как золото подрастет к 1307. И не все к 63. И там уже, если все нормально, мы пробиваем этот уровень 16.21 и движемся на 18.14. Вот здесь такая тенденция. Плюс, что еще по евро, так вот если глобально нужно понимать. У нас ЕЦБ 31 декабря завершил программу стимулирования на, скажем так, процентов 80. Не на 100%. Почему? Потому что он сейчас перестал покупать облигации с 1 января. Но те облигации, которые уже куплены были ранее, там, в 16-м году, в 17-м, в 18-м году, по этим облигациям, по каким-то ЕЦБ получает процентный доход. По каким-то не получает, где там ставка 0, допустим, или минус. И вот по тем облигациям, по каким он получает доход, он на этот процентный доход будет еще покупать облигации в году. Это называется реинвестирование. И вот это вот реинвестирование в этом году, оно будет наблюдаться. Но, тем не менее, это не так прям масштабно, как было раньше. То есть, в том году, например, ЕЦБ и покупал каждый день, и еще и реинвестировал каждый день. Сейчас только будет реинвестирование. Это о чем он говорит? Когда в том году, и в 18-м году, в 16-м, ЕЦБ каждый день покупал облигации, реинвестировал, то для евро это плохо. Здесь, скажем так, были продавцы евро большие. То есть, больших продавцов евро с 1 января. То есть, ЕЦБ реинвестирует, процентный доход – это небольшая доля. Поэтому для евро тоже дополнительная поддержка. У нас как получалось ранее, например, в 16-м, 17-м годах, когда в 17-м году, в январе, когда у нас… сейчас откроем. Да, это был 17-й год, время быстро идет, и в январе мы достигли 1,0339. Тогда у нас что, по сути дела, происходило так вот глобально, если взять? У нас ФРС поднимали ставку постепенно, ЕЦБ покупал облигации, давил евро, продавал евро, и получился такой двойной эффект. ФРС поддерживает доллар, ЕЦБ ослабляет евро, а у нас евро сыпался просто. Что у нас сейчас в январе получается? ФРС доллар не поддерживает, а всеми там правдами, неправдами кричит о том, что мы уже, наверное, больше повышать ставки не будем. Для доллара поддержки нет. Это ЕЦБ с первого года, значит, перестал покупать облигации, и это поддержка евро уже. Поэтому мы получаем обратную картину. Если раньше евро давили, а доллар поднимали вверх, то теперь, наоборот, давят доллар, поднимают вверх. Поэтому здесь евро сейчас такой хороший период. И как только мы будем пробивать этот уровень, 16-21, два дня подряд закроем выше, то идем дальше на 1,18-14, почти без остановок, без резких откатов, пойдем туда. Поэтому смотрим за уровнем. Что у нас сегодня еще интересно в СНП? Подрос на этой неделе, 3 дня, сейчас небольшая коррекция, снижение. Это именно коррекция. Вчера мы дошли до 2,95-1,9. Мы дошли тут немножко, пару пунктов до 2,600, до какого уровня. Это небольшая коррекция, и в самое ближайшее время развернемся дальше вверх. Здесь в целом все хорошо для американского рынка. Что у нас хорошо, то что ФРС поднимает ставки, то что переговоры с Китаем проходят нормально. Вчера они завершились, это были первые переговоры. Вторые переговоры уже в Вашингтоне. И так решили сделать сначала на стране Китая, по стране Америки. И потом уже будет встреча президентов, где они все должны подписать. Теперь вроде как в конце января, на начале февраля, будут переговоры в Америке. И потом уже стороны должны подписать соглашение, судя по всему, как раз где-то вот в конце второй половины февраля. И, соответственно, здесь у нас для рынка нормально. И рынок будет расти. Здесь покупки можно делать, уровни хорошие. И цель здесь 2700, чуть выше, чем верхняя по Боллинджеру на дневном графике. Здесь все нормально по S&P 500. Так, 12622. Спасибо Вам за вопрос. Вы знаете, сейчас у нас рынок амблигации плохой по фунту. И сейчас, я думаю, будет снижение куда-то к нижней по Боллинджеру на часовиках. 12727 плюс-минус. После этого, я думаю, будет, фунт подрастет. Подрастет к 12780. А нефть хорошая. Нефть у нас сильно влияет на евро и на фунт. И, я думаю, нефть пойдет вверх и фунт поддержит, окажет поддержку фунту. Что здесь делать? Продавать ли сейчас? Я бы сейчас не продавал. Тут, в принципе, не так много потенциал. Я бы подождал просто. И вот на 12727 покупал бы. Почему не продавать? Потому что здесь может и не упадет на 12740. Здесь, в принципе, как бы, движение вниз. К 12727. Но мы можем до этого уровня не дойти. Нефть может вытянуть дальше вверх. То есть, фунт против доллара, это тоже, как бы, хорошо для фунта. То есть, сейчас фунт, например, вчера вырос. Он вырос не потому, что он сильный. И там ничего сильного нет. Там, в принципе, наоборот, больше плохого, чем хорошего. Но фунт вырос, как, например, евро выросло. Там, как и ряд других. У нас там не только, допустим, вот, евро и фунт. В последнее время посмотрим, допустим, на юань китайский. У нас пара до курина, как сильно падает. И мы тоже тогда в декабре говорим. Был вопрос от Романа, там, что он в Китай собирался ехать. И где лучше обмен произвести. Я как раз говорил, что где-то вот уровень, там, 6.95, 6.97. Это те уровни, где поменять и ждать как раз движения вниз в этой паре. И оно действительно случилось. Мы дошли до 6.97.92. И как раз вот пошли вниз. И сейчас 6.97. Здесь американцы еще тоже, китайцы, попросили юань укреплять. И китайцы, судя по всему, это делают. То есть, в принципе, юань может стоить к доллару не 6, там, и 8, как сейчас мы видим. А, например, там 3,8. Но китайцы специально этого не делают. То есть, китайцам не выгоден сильный курс юаня. Так, и, допустим, в России не выгоден, в России имеется в виду правительство. Там, президенту, там, его помощникам не выгоден сильный курс рубля. Так, и китайскому президенту не выгоден сильный курс юаня. И они специально делают так, чтобы курс был дешевый. И у нас, допустим, говорит, там, в России, там, рубль деревянный и так далее. Но это такие вот ругательства все-таки некорректные. Потому что это не рубль деревянный, что он там падает так резко, там, к доллару периодически. А в том, что это такая специальная целенаправленная политика финансовых властей. Тем, там, они за счет вот этого попытаются просто банально заработать на проживание нефтегаза и платить там зарплаты, пенсии, пособия и так далее. Строить стадион, чемпионаты мира там и так далее. Мосты в Крым и другие проекты. Здесь рубль-то ничего плохого в нем нет. Просто он заложник вот этой вот ситуации. Тот самый китайский юань. Это сильная валюта, может быть, очень сильная. Но заложник вот этой вот ситуации. И поэтому они сильные. Поэтому доллар сейчас падает почти ко всем. Там и к рублю упал в последние дни, и к юаню, и к бразильскому реалу, и к евро, к фунту. То есть это говорит о том, что именно бывают доллары. Поэтому мы здесь и видим, что фунт подрастает. А так в целом в фунте ничего такого сильного нет. Даже наоборот. Санта-Барбара скоро начнется, 15 января. Брэкзит, голосование. Вчера уже сказали, что если непосредственно 15 января не смогут договориться по этому Брэкзит, нужно сразу предоставить новый пункт, чтобы еще раз договориться. То есть уже как-то так вот жути нагоняют, что 15 января могут не договориться. Поэтому здесь я бы покупал на 1.27.27, 1.27.8. Закрылся бы. Пока здесь не показывает не сильно вниз. Не сильно вверх. Пока где-то вот плюс-минус там от текущих уровней пункта 50 вверх, 50 вниз. Вот так вот. Игорь у нас уже вопрос ребром ставит. Покупать и с ребром и без от средней по Болинджеру 1.22, от средней по часовикам. Покупать не сейчас, а именно вот 1.15.22, как ранее было отмечено. Почему именно от этой отметки назрела небольшая коррекция сюда, в эту область. Это нормально. И даже до этой коррекции как раз и пойти вот 15.22. Именно от средней. И 1.16.21. 1.16. Но 1.16 такая ближайшая цель, а основная цель это 1.16.21. После штата цель, лучше позиции всех закрыть и посмотреть два дня, что будет с этой отметкой. Если мы ее пробиваем, то покупаем смело дальше. Если не пробиваем, будем смотреть на другие компоненты. Может быть сразу не пробьем с первой попытки, пробьем с второй попытки. Но в целом я думаю, что будем пробивать этот уровень. По моим ощущениям. Будем пробивать его и будем идти на 1.18.14. Так, 1.20 по евро-долларах она еврозоне, как вы считаете. Вячеслав, спасибо за вопрос. Я думаю, что 1.20 хороший уровень для еврозоны. 1.25 это хороший уровень для еврозоны. Выше 1.25 ханы никакой не будет. Но будут небольшие трудности с инфляцией. То есть, чем выше евро, тем ниже инфляция. И для ЕЦБ будут небольшие трудности. Допустит ли ЕЦБ роста выше, чем 1.25? Будем смотреть. 1.20 этот уровень устроит всех абсолютно. Для еврозоны это нормально, исходя из экспорта, импорта, платежного баланса, исходя из инфляции. ФС и Дональду Трампу это тоже будет здорово. Потому что одно дело, когда доллар очень крепкий, и у экспортеров проблемы, и инфляция не растет. И другое дело, что когда доллар упал, и там 1.20 отметка, то экспортеры немножко вздохнулись с течением. И написали также в Твиттере, там, Трамп, там, ты молодец, действительно, на то выполняешь свои обещания. В общем, в 1.20 уровень, я думаю, всех устроят. И еврозону, и Америку. В большей степени Америку, конечно, 1.25, американцев устроят больше, чем Европу. Но и для евро это будет, в принципе, нормально. Цены на нефть подрастут, инфляции тоже подрастут. В принципе, вот 1.25 тоже может всех устроить. Выше 1.25, конечно, ЕЦБ не устроит. Но это не значит, что там прям хана будет. Просто ЕЦБ будет тяжело делать свои задачи выполнять. И захочет ли он мириться вот с этим, или он вмешается вот с как-то там. Как он может вмешаться? Ну, можно сказать пару слов, там, такие вот вербальные, так называемые интервенции. Поэтому 1.20 нормальный уровень. И, судя по всему, все туда и пойдет в этом году. По крайней мере, Трамп очень сильно этого хочет. И всеми силами призывает ФС как раз действовать именно в этом ключе. То есть, ослаблять доллар. Не повышать ставки, чтобы кредиты были дешевые. Чтобы доллар не рос за повышение ставок. И Трамп сейчас будет всеми силами это продвигать. Там, у него скоро выборы новые. В следующем году уже. То есть, грубо говоря, полтора года небольшим осталось. А к выборам готовятся уже заранее всегда. Они за месяц-два к ним готовятся заранее. Поэтому Трамп в этом году всеми силами будет гнать евро-доллар вверх. То есть, рост евро-доллара в большей степени будет выгоден именно этому товарищу. Чтобы тем самым он мог еще там что-нибудь рассказать о себе хорошего на этих выборах. Чтобы голосовали за него. Поэтому, скорее всего, так все и будет у нас раздеваться. И вот в таком форме. Коллеги, всем спасибо за внимание. Завершаем наш сегодняшний вебинар. Сегодня мы еще один раз с вами встретимся в 17 часов по Москве. Проведем вебинар, посвященный американским акциям. У нас начинается сезон отчет в Америке. Это период, когда различные инструменты фондового рынка американского демонстрируют высокую волатильность. В течение часа-двух. Поэтому здесь у нас хорошие возможности для заработка. И сегодня мы поговорим об этом, на чем можно будет заработать в самое ближайшее время. Так, а как США финансируют бюджет через трижеря, если они всем говорят, что доллар будет падать? Вячеслав, спасибо за вопрос. Вопрос интересный. США финансируют свой бюджет через ФРС. Если вы посмотрите на структуру баланса ФРС. Разговор о том, что США финансируют через китайцев, через японцев. Это не совсем верно. То есть, да, они финансируют. Китайцы, Россия, японцы покупают облигации трежерис, но в меньших объемах. И в больших объемах покупают ФРС. ФРС – основной держатель американских трежерис. У ФРС, как вы думаете, есть проблема какая-то? Они нажали на одну кнопку и купили трежерис. Они нажали на одну кнопку, они печатали долларов, сколько им надо. Они нажали также на одну кнопку и купили, сколько им надо этих трежерис. То есть, Минфин нажимает на кнопку «Продать трежерис». ФРС нажимает на кнопку «Напечать доллар», «Пех Минфин». Ну, все, операция страшная была. То есть, вот эти все программы, вот эти вот QE1, QE2, QE3, если вам интересно, вы можете в интернете почитать о них. До этого там у них еще была еще одна программа, забыл название ее в начале 2009 года. А там не QE называлась, а как-то там другая, там Абракадабр была. В общем, там ФРС столько выкупили этих облигаций, что никакие китайцы с японцами, там и тем более Россия, там рядом не стоят. Поэтому никаких проблем нет. У США есть ФРС. ФРС – это не только вот последние там несколько лет выкупают облигации. Это всегда так было. И все вот эти разговоры о хваленной американской экономике – это, по сути дела, пустышка. Когда вы просто печатаете бумагу на эту бумагу, вы покупаете все, что вам необходимо, там покупаете людей, ну вы покупаете в кавычках, там к вам приезжают лучшие сотрудники из всего мира работы, вы покупаете нефть, газ, арминий, медь. И с помощью всего этого, там стали, вы делаете какие-то товары, потом вы это продаете, вы кричите, что вы супер, там экономика в мире. Но это как-то не совсем корректно. Они бы вот, скажем так, из ничего бы это сделали, вот это было бы здорово. А так никаких проблем нет, ФРС все выкупит и вообще без проблем. То есть никаких проблем. Там разговоры – это такие журналисты, там что вот, там ФРС, там госдолг, там какой-то там вырос, там, там еще чего-то. Но это просто для журналистов. По факту ФРС – самый большой держатель американских облигаций. И ФРС всегда будет самым большим держателем облигаций, ничего не изменится. Поэтому здесь проблем абсолютно никаких нет. Доллар может быть сильным, слабым, там средним. ФРС в любой момент времени придет и купит столько, сколько нужно будет. Поэтому здесь все хорошо. Проблема нет.